хорошо и вы вместе свои силы очень хорошо синхронизируйтесь с этим местом 1 2 3 вы его чувствуете итак надя сколько у вас энергии сейчас приходит понимание приходит цифра говорят что как цифра не имеет значения на 8000 и поднимаешь вверх сколько вам нужно максимальное количество энергии 1 2 3 приходит понимание 800 800 тысяч очень хорошо пошел подъем 1 2 3 и вы наполняетесь в каждую клеточку тела распределяется энергия усиливая активизируя ваш потенциал очень хорошо сколько вибрации у вас приходит понимание 862 хорошо и сколько нужно максимально или ты тысячи достаточно достаточно хорошо и так 2000 пошел подъем 1 2 3 мощный подъем вибрации 2000 каждую клеточку распределяется активируя вас насыщая наполняя до полного насыщения хорошо цвет вокруг какой-то фиолетово-синий цветная энергия тебя цветную энергию призываем наде в нужном количестве приходят ее цвета наполняют насыщают цветной энергии фиолетовый фиолетово-синий замечательно так сколько процентов защита сейчас проверяем защиту ты сейчас сам с чем-то 1000 какой-то какие-то 0 и 31 и поднимаем максимально вверх один сколько нужно максимально вверх максимально поднимаем до полного максимума на всякий случай 1 2 3 до полного максимума до полного насыщения вас абсолютная защита ощущаете себе полной безопасности защищенной у меня нет чисел конкретно например понимать что это максимальная защита она увеличилась и я не могу ей дать определение в числах замечательно очень хорошо и все гармонизируется синхронизируется гармонично усваивается внутри вас очень хорошо когда ты говоришь вы мне как то так это переключает но ты тогда хорошо хорошо ночь очень хорошо и сейчас ты отправляешься навстречу к своим куратором урилом 1 2 3 ух ты как зрение ясно четко где-то оказалось это пространство новое прямо открываешься на что похоже то пространство как уютная комнатка вроде как я понимаю что где-то как какой-то свод есть сверху комнатка такая теплая теплая комфортно уютная но никого нет замечательно чувствую почувствую где сейчас находится урил твой куратор наблюдает где-то рядом я его не вижу но чувствую что хорошо позовем его уважаемый куратор урил придите к нам придите к наде мы хотели поговорить с вами узнать последние новости что происходит в космическом пространстве да ну-ка он здесь играет с тобой но это знаешь как я скажу чтобы было понятно что когда я вижу визуально я привязываюсь к образу а так я только на ощущениях это гораздо эффективнее ощущение чистое знание вот она есть когда визуально это может быть еще обманом хорошо уважаемый куратор урил мы хотели бы спросить у вас что происходит в космосе сейчас какие новости последние что вокруг земли происходит очень хорошо надя улавливают ответы его его информацию новости очень много нам надо ли вам понять то что я могу вам сейчас озвучить передать еще информацию еще важное нужно передавать землянам ну передайте нам то что нам нужно знать для нас информацию то что нам доступно и нужно знать какие процессы происходят там вверху вокруг земли все что происходит вокруг земли это и есть инопланетные инопланетные пространства которые также влияют на землю потому что все есть одно единое целое все что происходит в космосе все может на земле в той или иной степени все что доступно для человечества все что можно и нужно пережить людям все приходит все что не нужно оно проходит мимо иначе вас раздавило и как цивилизация и как планета земля могло все просто исчезнуть а так вам сохраняет это место для ваших же душ для реализации ваших душ хорошо хорошо расскажите нам про архангелов сколько всех архангелов светлых больше 36 миллионов здесь не только архангелы здесь все вся иерархия света это архангелов это вам градация нужна для ума для закрепления ума на самом деле здесь градация нет здесь только вибрационные процессы и чем чище тоньше процесс тем для вас для вашего ума это высшая степень чина и такое чувство как будто мне сейчас может кровь из носа пойти так гармонично синхронизируешься один два три гармонично распределяется по всему телу энергии чувствуешь себя хорошо давление уравновешивается сердцебиение пульс все уравновешено и спокойно словно происходит гипнотический сон и ты контактер видишь и чувствуешь другие миры измерения и сейчас мы интересуемся жизнью светлых сил как их много и как они помогают людям или планете чем они занимаются и каким образом происходит связь вот ангелов архангелов и людей каким образом связку конкретный вопрос каким образом ну вот каким образом люди взаимодействуют мысль это энергия все что зарождается в мыслях в голове человека эта энергия она уже имеет место под собой что она уже образовалась как виде образно для вас живут для понимания вашего что это как шарик и он как посылается отделяется от человека в пространство и здесь он слабливается он как входит в это пространство как посыл энергетический посыл он слабливается не то что он слабливается мы уже его знаем мы уже его понимаем мы уже это видим для вашего понимания как это происходит Это выглядит примерно так. Все формируется, даже мысль не просто так формируется в голове человека. Она для чего-то уже сформирована. А где она формируется? Где формируется эта мысль? В гипофизе. Ее формирует сам человек или как-то ему ее уже транслирует, эту мысль? Все зависит от места, от места, где человек находится. Если он высокого порядка человек и мысли у него другие, тогда он может их формировать сам самостоятельно, либо принимать эту информацию свыше. Если человек низкого порядка, то, естественно, он зависит от внешних факторов, в первую очередь. И вот только внешняя информация на него влияет. Своей информацией он проявляет как таковой не в состоянии, или крайне-крайне редко. Да, вопрос исчерпывающий. Ответ, точнее, исчерпывающий. Хорошо. А насколько вот сила мысли, она сильна в человеке? Ту, которую он, например, о вере, или мысль о здоровье, насколько она сильна в человеке? Все зависит, опять же, от его частотности. Человек может хотеть, но ум может сопротивляться и сомневаться. Опять же, его частота вибраций человека, насколько, если она высокая, то у него даже болезнь, слово «болезнь» возникать в уме не сможет. Да, как со стороны, как данность, да, как информация, она имеет место быть. Но в теле она может не зарождаться. А так как человек подвержен всем этим влияниям инфернального мира, то вера его мала. И это в основном недоверие. Поэтому, если он не верит в себя, и он только упывает на высшие силы, и если ему высшие силы своевременно что-то не предоставили, у него это начинает вера угасать. И он говорит о том, что вот ему не помогли. Все взаимосвязано. А каким образом можно усилить веру в человек? Каким образом он может ее усилить, энергию веры? Занимаясь собой. Занимаясь своим осознанием, своим духовным ростом. Не просто духовным ростом, сел и начал расти, а именно понимать, о чем он думает, в каком мире он живет, для чего он живет, для чего его душа пришла принять этот опыт. Почему она проходит сейчас, в данный момент, именно эти истории, почему с ней происходят именно вот эти ситуации. И не с душой, а именно с человеком. Душа пришла все-таки получить опыт. Не получить, а даже прожить. Прежде чем прийти на Землю, в воплощении душа выбирает свой путь. Какие истории и какие ей нужно проживать. Ситуации. Хорошо. Хорошо, я прошу вас, расскажите вот о конфликте, который сейчас идет. Россия и Украина. Да, идет война, конфликт, задействованы там, в этом миллионы, сотни тысяч, миллионы людей. Почему, ну много вопросов есть, почему высшие силы допустили эту войну, этот конфликт? Потому что это нужно. Потому что это нужно для самого человечества, если никто ничего не допускал, потому что все есть равновесие, потому что когда все это напряжение возрастало, нужно было человеку довести до пиковой ситуации, чтобы он начал думать, о чем он думает, как он живет. Вот эти все ситуации неспроста. Не просто так, что кто-то там допустил, а что-то кто-то не допустил. Это все было закономерно, изначально, что всему есть место быть. После этого, когда у человека критическая ситуация наступает, он тогда начинает задумываться. Только после этого человек начинает задумываться, что в каких местах ему нужно наводить порядок. В первую очередь в сознании, в первую очередь в сознании, в своем сознании. А все остальное, это всего лишь следствие. Ну, это как раз есть пословица, что умеем, не ценим, потерявши, плачем. Объясните, пожалуйста, почему вот каждые сто лет у России война, и эта война как раз на территории Украины происходит. И всегда тут предательство Украины по отношению к России, какое-то вот и каждый сто лет одно и то же происходит. То Мазепа, этот главный на Украине, да, был Гетман, то к полякам, то к русским, то туда, то сюда, война опять шла. Потом там, кто там, Наполеон, тоже, опять же, война большая, все сжигалось. Примерно через каждые сто лет как будто все повторяется. И почему это именно вот Россия, Украина вот в этом задействованы, и Европа в том числе? Нет, не только Россия, Украина, Европа, нет, не только эти точки. Посмотри внимательно по всему миру, где-то более-менее просто чтят свои традиции, ритуалы. Более человек, не то, что осознанно, а можно даже сказать наможнее, когда он придерживается даже из страха своих, и почитает свое что-то высшее, он меньше делает злого во вне. Многие страны, не только Украина и Россия через сто лет имеют войны. Многие, посмотри в сторону юга, Пакистан, когда была война, Афганистан тоже войны. Сирия, Ливия, Южные страны тоже войны. Ну, а что это? Это циклы или это карма, может быть, между странами? Кармическое, конечно, взаимодействие присутствует. Просто так не случается ничего, и даже люди в этих же странах не рождаются случайно, потому что ему нужно прожить именно такой опыт, поэтому он родился на этой земле в это время, чтобы пройти именно этот опыт. В своей Душе ее кармическая развязка произошла, либо опять же, если человек осознался, переоценил свое понимание, тогда эта карма снимается с него, в первую очередь, с одного человека, с одной Личности, потом уже идет дальше, дальше, больше, и больше. А так как это место наработанное, и здесь образуются в таких местах кармические воронки, но их уже убрать гораздо сложнее, и они просто даже, можно сказать, необходимы, опять же, опять же, принося благо людям, для того, чтобы человек, попадая в такую ситуацию, мог переоценить свои мысли, о чем он думает, все просто так не случается. Значит ли это, что массово генерировалась ненависть на Украине, да, к русскому, ко всему, и в одно поколение, второе, третье, четвертое, и это вот генерация этих мыслей. Она же еще и передает генетически. генетика же тоже здесь участвует. И этот накапливается какой-то вот критическая масса этой энергии накапливается, да, и уже как следствие война, это как да, как как черри, как черри, который уже прорвался. да. А когда она закончится? Вот сейчас очень много потерь имущества идет на территории Украины, и вот этих земель, люди теряют жилье, машины, накопленные деньги, и очень много переоценка идет, очень массово, очень сильно. Кто-то сумеет простить, а кто-то остается в ненависти и претензиях. Как правильно это пройти? Вот как правильно пройти эти все уроки? Выйти победителем с этого конфликта. Как пройти правильно, прожить это все? Правильно тогда, когда человек выходит из этой ситуации с благодарностью, когда он начинает понимать, что эта ситуация ему не просто так дана, а для того, чтобы он понял, для чего это ему нужно было прожить. И когда он это поймет и поблагодарит, вот когда слова благодарности будут не от ума, а искренне, что да, я понял, я переоценил свою жизнь, и что вот это имущество, которое я за него цеплялся, наживал, вот это для того, чтобы мне нужно было накопить свое богатство, для того, чтобы я был защищен, осознавать и чувствовать себя в безопасности и на, и только для себя, но и своим детям, внукам и потомкам, чтобы во мне говорили, что да, вот мой прадед был такой, что обеспечил нас на сколько-то лет вперед, чтобы вот этой зацепки не было, за имущество, за материальное. в первую очередь, надо думать о душе, о душе, это сознание, о чем, для чего, как, почему ты пришел на эту землю, не просто зацепиться за прожить материальные какие-то блага, а именно вот с плюсом выйти, плюс это понимание, для чего ты пришел все-таки более высшая точка есть для того, чтобы родиться на этой земле. Хорошо. Хорошо. Ну, а совет какой-то можете дать вот человеку, который по воле судьбы оказался вот в гуще этих событий и теряет, например, кого-то из своих, близких, теряет автомобиль, квартиру, дачу. Я знаю таких людей, которые вот все потеряли в одной части. Как им, какой совет мы можем им дать, как это все пережить? Это и есть непривязка к ни к чему отпускать, потому что когда просто для вас же так же ситуация, когда человек приждается голым, абсолютно без ничего и уходит таким же и не цикляться здесь за материальное. Я уже это говорил выше. Уметь отпускать, уметь отпускать. Мы не для этого сюда приходим, на эту землю. Уметь отпускать. да, это поднимает. Когда закрыты базовые потребности человека, он тогда лучше и легче переходит к духовному росту. Бывает так, что человек не может отпустить свои материальные блага, и поэтому он зациклен только на этом, и он не может перейти на другой уровень осознанности. ему кажется все материально, только это самая главная составляющая его жизни. А духовный рост и его духовное развитие, его высшая осознанность остается где-то там, нереализованной. А он пришел именно для того, чтобы реализоваться для высшей, для высшей степени осознанности, а не просто в материальном мире. Значит ли это прощать своих обидчиков? Обязательно. Врагов прощать. Обязательно. Это и есть незацепка, отпускание, отпускание и непривязка. Непривязанность, и когда ты человека отпускает и легко, и он не зациклен, он не только ну тут все, тут все, это настолько глубоко и масштабно, что как может человек не расстаться с материальным и тут же не 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 могу подобрать слово и тут же отпустить человека, что для него это все взаимосвязано, что он что тут зацепился, что тут зацепился, а когда он умеет отпускать, что он не отпускает свое материального, да, ну вот так случилось, остался вот обнуленный, чистый, ему просто дали понять, дают понять, что да, вот с этого момента, а если ты сейчас отпустишь ситуацию, да, все происходит по воле Бога, ты чист как лист, как белый лист, ты можешь начать свою жизнь с нуля, только осознай и поблагодари свою судьбу за то, что да, тебе твоя жизнь оставили, твою жизнь оставили, и ты можешь начать свою жизнь с нуля, только попроси об этом, с доверием и с благодарностью, да, я могу, я могу, я остался живой, и теперь я хочу жить по-другому, и тогда ему дают другой шанс, и это уже приводит к более другому осознанности, к другому порядку и уровню осознанности и жизни, и тогда благодругие приходят уже в другом виде, материальное. Хорошо, а если человек остается в ненависти, потому что на Украине сейчас, да и средства массовой информации, они генерируют ненависть русских к украинцам, украинцев к русскому ко всему, то есть идет генерирование, специальное генерирование ненависти брат на брата, друг на друга, вот, как с этим быть? Это что такое? Это манипулирование людьми? Да, управление людьми. Это управление людьми. Вот это через ненависть? Да, насколько человек погряз в этих вибрациях? Просто так тоже ничего не случается, я уже больше сказала. Просто так для опыта души, если человеку нужно прожить свой опыт души именно в этих вибрациях, в этой чистоте, он оказывается именно в этих местах, с этими людьми, в этих ситуациях. Если человеку не нужно было быть там, его заранее каким-то образом либо убрали с этого плана, чтобы он уже не пережил эти истории, потому что не нужно это. Хорошо. Вот рост души, развитие души, это значит ли это, что нужно прощать должникам? Обязательно. Очень много обращений, жалоб людей, что деньги не отдают. Дали в долг кому-то, а человек пропал с деньгами и не отдает. Что делать? Деньги. Деньги это тоже, это всего лишь энергия. Это мы тоже материального плана зацепка. Должники образуются не просто так в жизни человека. Должники это только как показатель, что человек не сделал либо сделал ровно столько в своей жизни, но предыдущих воплощениях. Человек очень возможно даже не знает или не верит о том, что у него были предыдущие воплощения, которых он также нарушил в своей заповеди или заповеди свыше, которые нужно было соблюдать. И он пришел в это кармическое воплощение неспроста. И пришел тот человек, который был обманут им таким же образом. Все кармически повторяется. и есть про то разговор, что тебе вернется. Это про это. Хорошо. Значит ли это, что идет некая борьба светлых и темных сил за душу? Душу человека? Да. Душа это энергия. Человек это энергия. В первую очередь вибрационная это вибрационная история, когда человек, если он чист сознанием, то у него чистые, светлые, сильные энергии, позитивные. Да. Это очень важно и нужно и ценно. А когда человека критическая масса темноты, естественно, он погряз в этом. Это уже, но все равно энергия вырабатывается им, человеком, как трансформаторной будкой. Это также важно и нужно. Это подпитывает темные силы эгрегора. Правильно я понимаю, что если человек мыслит негативно, то он подпитывает темные силы. А если позитивно, то светлые силы. Но опять же я повторюсь, что он негативно мыслит не потому, что он так хочет. Это уже он находится полностью под влиянием. Манипулирует им. Да, им уже манипулирует он как пешка, он просто пешка. И такому человеку гораздо сложнее выбраться из этой истории, из этой ситуации, из этого эгрегора. Очень сложно. А что такое одержимый человек? Вот есть люди, которые падают в церквях при падке и мужскими голосами скверные слова говорят. Что такое одержимость? Расскажите про это, пожалуйста. Что такое одержимость? это сущности высокого порядка, которым нужно где-то существовать и проявляться. Они входят в тело человека, тот, который в свое время где-то можно сказать проворонил свою ситуацию и в этого человека, в это тело, в это тело, в этот сосуд вселяются те, кому это нужно. Для того, чтобы там полноценно можно сказать жить. Паразитировать жить. Вот проникает в человека она уже, эта субстанция, она уже мощная, большая или она рождается в человеке? Сразу большая, потому что она просто переселяется в это тело. А откуда она переселяется в таком случае? С столб миров. из тонкого плана, потому что в тонком плане ты же знаешь, что есть и светлая, и темная энергия. Ну да, я-то понимаю, но а как получается, как выбирает она себе вот эта мощная субстанция, как она выбирает себе жертву, в кого вселиться? Более слабое тело, более слабое сознание. И опять же не просто так, человек, который пришел в это воплощение пережить опыт данного, случая. Это опять же для человеческой души. Все просто так не происходит. А что с... во многих воплощениях для усовершенствования души происходит очень многим от эволюции от минерала, камушки, песчинки до высших цивилизаций. Столько воплощений может прожить человек. И все это ему нужно прожить для опыта, для того, чтобы душа была чистой совершенной. А тело это всего лишь сосуд. Ему нужно это прожить. А во время захвата души, что с самой душой происходит? Во время, когда проникает эта одержимость, эта сущность, ее подвигает, ее как сдвигает, она выскакивает. И в это время еще как шизофрения часто называют такие, такие диагнозы ставят врачи. Раздвоение личности. То есть в человеке два голоса, как две личности. Да, душа задавлена. Одна душа, а вторая как эта темная сущность, которая всякие гадости начинает говорить, генерировать. Да. И через это тело начинает распространять в другие стороны. Что делать, чтобы этого не допустить? Проникновение такой вот мощной сущности. Как защититься? Как человек может защититься от того, что он не знает, что с ним может произойти? Как не допустить такой ситуации? Не нужно об этом думать. Кому это не может этот опыт прожить, тот этого никогда не получит. Это получается единица. Это же не масса. Хорошо, к нам приходят, бывают такие люди, приходят за помощью. Чем мы им можем помочь? Могут ли слиперы убрать эту сущность из человека, эту одержимость, эту убрать? они могут это сделать, но кармическую завязку они не развяжут. Они эту сущность могут перетащить в какое-то другое место, но опять же, где это место может быть такое, чтобы оно имело место быть, чтобы никому не вредило. Это очень серьезные вещи и может даже быть кармически наказуемо, если ты влазишь в чужую историю, если человек до конца не прожил эту ситуацию. А как-то можно эту сущность обнулить, стереть или перебросить через черную дыру в темное измерение, как бы вернуть домой? Я уже повторюсь, что ты можешь это сделать, человек может это сделать, кто-то может это сделать, но ты как посредник, ты имеешь к этому абсолютное отношение и все делается по воле Бога. Но если человек вот случилась с ним такая беда, он ищет способа исцелиться. Какие могут быть способы вообще исцелиться? Да, если по воле Бога опять же к нему пришла эта история и по воле Бога он может это все убрать. Обращайтесь к высшим силам, через высшие силы вам помогут, вас приведут именно к тому человеку, который сможет вам помочь в этом. Хорошо. А другие болезни, онкология, очень много вопросов и споров, откуда она берется, откуда она взялась, это онкология, рак, да, вот эта болезнь. Почему человек болеет раком? Потому что это уже последняя степень, когда человеку дают понять, что он очень много совершал ошибок в своей жизни и не может отпустить какие-то ситуации, которые уже пора давно-давно, ему сначала предварительно дают очень легко, в легкой форме, в легкой степени какие-то болезни, какие-то ситуации, он их не видит, не понимает, не заедает таблетками не вникает, для чего и почему эта ситуация ему дана. Но так как человек, когда человека достучаться, только когда уже конкретно какая-то критическая обстановка, ситуация, только тогда человек начинает двигаться и шевелиться. То есть через боль, через страдания? Да, только так. По-другому человек не понимает. А что такое вообще боль? Что такое боль? Потому что есть мнение, что боль это как наказание высших сил, наказание Бога. Да, вот боль. Когда приходит человеку боль? Когда человеку приходит боль. Он ее сам себе создает. Бог не может создавать боли. Бог это открытая, чистая, светлая любовь. Он наоборот поддерживает и постоянно помогает. Что вот твоему телу больно увидеть, увидеть, почему ты создал эту ситуацию до этой критической обстановки, когда твоему телу становится больно. Осознай, для чего ты думаешь, не прощаешь или злишься на кого-то. Это тоже привязка, энергетическая привязка, которую человек не может отпустить. Когда человек начинает прощать, это заблокирована энергия, энергия сердца, сердце, блоки очень серьезные. Хорошо, уважаемый архангел, объясните, вот есть йоги, которые практикуют стояние на гвоздях, да, то есть они специально делают шаг, встают на гвозди, испытывают боль и тут в это время работают над собой, чтобы не чувствовать боли. Вот. И когда проходят сквозь практику, я сам эту практику провожу, прохожу через нее, часто, много раз проходил с другими мастерами, и после того, как ты преодолеваешь страх, преодолеваешь боль, открывается эйфория, то есть открывается такая энергия, что ты чувствуешь в себе колоссальнейшую, мощнейшую силу. То есть что вот, когда ты преодолеваешь эту боль, что за ней открывается? Энергия. За болью. За болью, когда ты преодолеваешь ее. Человек не преодолевает эту боль, он просто ее убирает из сознания, потому что все в сознании, человеческое тело, оно само по себе не имеет сознания. Сознание это совокупность чувств, органов, чувств. То есть когда боль исчезает, скажем так, да, мы ее убираем и открывается величайшая какая-то сила, просветление, прояснение открывается. Да. Кто-то чувствует даже оргазм, кто-то чувствует, у кого-то ноги дрожат, у кого-то все тело дрожит, и чакры все звенят и вибрируют. Что же происходит тогда в таком случае? Откуда это берется, эта энергия? Ранее зажатая энергия в теле, в стопах человека на 2 миллиметра вглубь находится очень много энергетических точек, которые отвечают за человеческую жизнь в целом. И когда человек ходит по земле босиком, он же не просто понимает это как сцепку с землей, он просто идет и не чувствует, идет и идет, а когда он становится на гвозди, они очень тонкие, и они имеют свойство проникать до 2 миллиметров вглубь кожи человека, вот тут начинаются энергетические выбросы, потому что эти иголочки доступны до этих точек кожи более плотно, и вот тогда энергия начинает. Да, да, они вдавливают эти гвоздички, да, они вдавливаются там и на 2, и на 3, и на 4 миллиметра вглубь, то есть там как будто прям то же самое на спине, когда человек ложится на гвозди. Ну, спина это уже другое понимание, не обязательно на спину это производить, но энергия вся начинается со стоп, потому что идет заземление в стопах в первую очередь. Стопы. Хорошо. Вы бы рекомендовали такие практики, чтобы люди проходили сквозь такие практики? Да, это эффективно. Сквозь страх, сквозь боль. И добираемся мы до энергетических центров, активируем и высвобождается энергия, которая там накоплена, которая там спрятана, можно сказать. Да. А разве не то же самое происходит, когда человек сумел простить своего врага или своего обидчика? Это уже высшая степень осознанности. Когда человек понимает, для чего этот человек пришел его обидеть, якобы обидеть, на самом деле, этот человек пришел показать ему, насколько его обида в нем глубокая и насколько она его там гложет и разъедает. Приходят вот к такому человеку приходят обидчики, те, кто хочет его в кавычках обидеть. На самом деле, это помощники, которые только показывают человеку, что в нем сидит эта обида. И человеку нужно просто понять, что этот человек пришел ему показать его больное место и благодарить этого человека это показывает. Сколько вообще вот заложено времени прожить человеку? Больше тысячи легко прожить. Больше тысячи лет. Человек может прожить. Но сейчас зафиксировано там сто с чем-то лет. Где-то сто двадцать. то, что нам известно там в Китае, в Японии. Там живут долгожители. А почему у нас так вот резко ограничено 60-70 лет, 80, и все, и нет человека? Уровень жизни, экология. Экология тоже не просто так имеет, играет большую роль в жизни человека. питание, уровень осознанности. Все имеет место быть. Каким образом замедлить старение клеток? Быть ближе к природе, ближе к земле. Когда человек питается правильной пищей, когда наедине с природой, когда у него сознание чистое и ясное, когда он далек от всех внешних факторов, раздражающих его сознание? Почему человек гораздо здоровее, когда он живет в деревне? У него другая история жизни, чем тот, кто живет в городе. Тот, кто живет в городе, у него очень большие стрессы, напряжения, а это очень тоже сокращает продолжительность жизни. А как дома влияют на человека, вот эти многоквартирные дома? Сейчас много людей живут не в частных домах, а вот этих бетонных, многоквартирных, кирпичные, бетонные. Как они влияют? Очень сильно влияют человека, ограничивают его стены. Вроде как говорят, что все, что человек происходит, то это его обратная связь, все, что он, все, все зависит от его осознанности. не просто так человек оказался в этих стенах, не просто так он оказался в этой высотке жить. Там очень много соседей, а все, что соседствующее, это информационное поле, оно также влияет на этого человека. когда человек не может отделить свои родные мысли от того, влияния, которое на него происходит, внешние факторы. Все единое, целое, как клубок. Вот поэтому ему не может человек, он просто не может физически, нравственно, морально и каким-то еще образом просто вырваться из этого потока. Почему когда человек приезжает на природу, он переключается, у него другие вибрации настают, ему там хорошо, ему комфортно, но ему приходится обратно возвращаться в эти свои стены, якобы свои стены, но он сам это выбирает, он не может без этого. Удобно, удобство, удобно, удобство, да, да, а на природе как будто время останавливается, то есть там как-то замедляется время. Его это подпитывает, то малое его может подпитать на какое-то время. Вы можете сказать, когда примерно закончится этот конфликт на Украине, это очень много будоражит многих людей, сколько он еще будет длиться конфликт на границах от России и Украины, Донецк, Луганск, Запорожска, Херсонская область. В цифрах нет смысла говорить. Переизвод. Сейчас я вот, сейчас как я это вижу. Какой-то переизвод может быть. темно и уже поближе поближе вот какой-то рассвет над землей настает. Где-то рассветом больше чем тематы. То есть это где-то поближе сюда. Что не так далеко. Не так далеко уже. А на каких условиях? Чем оно закончится? Перемирие. Слово перемирие пришло. Это замораж, как бы заморозка конфликта, да? Или полная остановка его? Не заморозка конфликта нет. А перемирие, а договоренность. Договоренность. Какому-то придут согласия. в конце вот консенсус. Какому-то согласию придут. какому-то. И каждый, кто в этом как-то задействован, как раз должен суметь простить, да? То есть перестать генерировать ненависть, опростить, продолжать дальше жить, заниматься своими семьями, домами, опять переключиться на свое личное. строить, строить опять. когда человек начинает строить, когда он создает, у него проявляются вдохновления и силы, ему дают энергию для строительства нового чего-то, тогда у него человек налаживается все. Он переключается, он создает, он создает свое новое, ему даются энергии, силы и возможности. на созидание переключаются. Да, именно созидание. Созидать, строить, не разрушать, а строить. Да. Скажите, пожалуйста, уважаемый Архангел, а как же в общем на нашей планете? Ведь много людей и мы очень много поглощаем и древесины, и воды, и растительной пищи, и животной пищи. мы не являемся ли мы паразитами на этой планете? Нет. Если думать с точки зрения, что человек паразит, потребитель, он так и будет в этом состоянии жить потребительство и паразит, 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 паразит. Нет, ни в коем случае, потому что все на это, в этом мире закономерно. Когда происходит перекос, когда чрезмерное потребление, когда человек берет больше, недостаточно, тогда идет нарушение. Ну вот совсем недавно до коронавируса шел очень большой прирост вот этих ВВП. Каждая страна гналась, рост, 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 но и экологи заявляют, что таким темпом мы очень быстро уничтожим эту планету, мы ее просто поглотим, всю съедим, высосим нефть, газ, все ресурсы, загадим воздух этим выхлопными газами всякими. И экологи просят притормозить наше бешеное развитие и тут вдруг бах и появился этот коронавирус. Ровно в это время. Сократили. Все такое произошло закономерно. И тут после коронавируса активация этой войны началась. Вот уже год, уже больше года это все идет. И сейчас некая стагнация. То есть у всех стран замедление идет. Следите с этой войной замедление развития. развития. Но есть некое мнение элит, что нужен там золотой миллиард и все. А нас по-моему 7 миллиардов, если я не ошибаюсь. Около 8. А нужен только один. И ходят такие новости, что готовится опять какой-то коронавирус еще более сильный. И якобы специально из пробирки выращиваются. Есть такое такая вероятность, что появится что-то еще. Какой-то коронавирус. Прекрасно пасть. чтобы выпускать информацию могут любого характера и формата. Все это делается для того, чтобы держать людей под контролем. Под контролем, а это значит манипулировать и управлять людьми. А управлять людьми это страх в первую очередь. Когда человек в страхе, ему очень легко управлять. Поэтому вся информация такого плана сеется. Хорошо. Хорошо. Куда исчезли тогда, вот куда исчезли например Атланты, вот эти высокоразвитые, которые жили до нас цивилизации египетские, атланты, гиперборейцы, где они сейчас, куда они исчезли? Смена цивилизации, ваша цивилизация тоже когда-то подойдет к нулю, к нулевой точке. Это также цикл какой-то, определенный цикл? Да, это цикл личности. Цикл личности. Не значит ли сейчас, что приближаемся мы к какому-то этому экзамену точки этой? То есть еще время у нас есть над собой поработать? Да, вы для этого туда пришли. Сюда пришли для этого. Те были очень в развитой цивилизации с своим пониманием и осознанным. Были другие условия жизни и развития. У вас другая история жизни и развития. Поэтому вам нужно прожить этот этап с минуса выйти на плюс. Для этого сейчас вся ситуация происходит в мире. Цивилизацию не нарушат и не уничтожат только для того, чтобы сумел человек понять, для чего он пришел в это свое воплощение. Вывести свое сознание на более высокий уровень осознанности. это наверное ключевая фраза. Вывести свое сознание на более высокий уровень осознанности. Я так чувствую, что это вот в этом и весь смысл жизни заложен. В этой фразе. Да. Весь смысл жизни, бытия. наверное, и на нашей планете, и на других тот же самый принцип. На других планетах. В других цивилизациях. Угу. У них такое же? Правильно. нет. нет человеческой формы жизни. Я про то, что вывести свое сознание на более высокий уровень осознанности. Именно на планете Земля вывести свое уровень осознанности на более высокий уровень. Вот только на планете Земля это происходит. Благодарю вас. Очень да, благодарю. Я думаю, на этом как раз можно закончить нашу беседу вот на этих фразах. Они ключевые. Ключевые эти фразы. Хорошо, Наденька. Как себя Наденька чувствует? Надь, как ты себя чувствуешь? Голова у меня что-то это прям тяжело. Как-то не то, что тяжело, а прям наполненное. Давай, я думаю, выйдем, да? Час уже. Мы в час в сеансе. Замечательно. высокая энергия. Пульсация. Благодарим Архангела Уриила. Благодарим. Благодарю за дождь. Хорошо, отсоединяешься, уходим в место твоей силы. Один, два, три. В комфортное, приятное место твоей силы. Подпитаемся и будем выходить.